Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео я покажу настройки, которые следует отключить на своем смартфоне прямо сейчас. Наверняка вы часто пользуетесь этой функцией, поэтому это нужно сделать. Итак, ребят, повторите все эти действия за мной и вы снимете лишнюю нагрузку с вашего Android смартфона. Приступаем к делу. Заходим в главные настройки, чуть ниже спускаемся, расширенные настройки, язык и вот. Вот, я использую Google клавиатуру. Если вы тоже, то поддержите лайком. Эта клавиатура классная, очень удобная. Потом заходим в пункт управления клавиатурами. Кто вдруг еще не знал, то клавиатура Брайля предназначена для незрячих или плохо видящих людей. Довольно полезная и очень классная функция, но именно к людям, относящихся с такими вот ограниченными возможностями, связанные со зрением, к сожалению. После этого заходим в Google клавиатуру. Я сейчас покажу определенные настройки. Заходим в настройки, спускаемся в самый низ и вот виброотклик на нажатие клавиш. Если вам не нужно, то отключите лишний раз, не будет задействоваться более активно батарея телефона, так как вибрация очень сильно садит батарею. После этого возвращаемся обратно, спускаемся в самый низ и вот дополнительно заходим сюда. И скорее всего у вас будут все эти пункты настроек включенные. Их следует, конечно же, отключить. Первая настройка вот, отправлять статистику использования. Что тут у нас написано? Автоматически отправлять в Google статистику использования приложения. Берем это и отключаем. Дальше из пункта обучение. Зачем это нужно? Тут все довольно-таки просто. Персонализация. Настраивать Google клавиатуру с учетом данных о текстовом и голосовом вводе и о характере использования приложения. Тоже нужно это дело отключить. И вот. Улучшить ввод для всех. Google клавиатура сохраняет данные об использовании приложения, чтобы улучшить голосовой и текстовый ввод. Если вы предоставите разрешение, Google клавиатура будет использовать эти улучшения для обновления голосовых и текстовых сервисов Google. Тоже берем и отключаем, чтобы лишний раз не задействовать фоновую работу на нашем смартфоне. Все это дело следует отключить и правильно мы сделаем. В общем-то все. Все эти такие главные и не совсем полезные настройки мы уже отключили. Остальные пункты можете для себя посмотреть и что-то изменить. Эмоди поставить или убрать. Неправильный ввод текста убрать или пусть остается. Голосовой ввод можете посмотреть, нужен он вам или нет. Я иногда пользуюсь, поэтому я его включаю. Если вам не нужно, то тоже берите и отключайте. Вот такие полезные настройки я вам советую пройти и отключить бесполезные. Если это видео вам понравилось, поддержите его лайком. Оставляйте свои добрые комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и успехов, ребята. И всем пока.